Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня у нас обалденный сет роллов, на которые я смотрела достаточно давно. Все, хотела его заказать. Здесь все горячие. Есть эбби роллы, просто запеченные, запеченные с креветкой. Особенно я люблю эти с шапочкой, потому что здесь шапочка не майонезная, а именно сырная. Она получается невероятно вкусной. Давайте попробуем, заценим. Немножко они съехали. Но острые. Какие острые роллы. Впервые заказываю этот сет. Даже не знала, что настолько острые. Такие вот с креветочкой. Вообще люблю роллы с креветкой. Все, что угодно с креветкой, мне идет на ура. Эти не острые, но вот эти. Я ничего острого не кушаю. Я просто не понимаю, в чем прикол кушать острое. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто любит острое. Вот в чем прикол. У тебя просто горит рот и такое ощущение, что ты ешь супер горячее что-то. Попробуем еще раз, может быть пойму. У меня ужасная зрительная память. Есть люди, которые, например, видят, когда человек похудел, например, на полкило, на килограмм. У меня мама так. Стоит мне похудеть буквально на 2 килограмма, мама сразу заметит. А я если даже увижу, что человек похудел на 10 килограмм, я могу это не заметить просто. Приехала мама, и она надела свои брюки, которые не надевала с момента того, как умерла бабушка. И она поехала в деревню. Получается, больше 40 дней, где-то 45 дней она пробыла в деревне. Мама надела эти брюки, и мы заметили, что эти брюки очень большие маме. Мама взвесилась. Вы знаете, мы были в шоке. Оказывается, мама похудела на 7 килограмм. Ей так хорошо. И она не сидела ни на какой диете. Просто в такой суматохе даже не было времени покушать. И мама была настолько устала, что даже не вспоминала, покушала на сегодня или нет. И минус 7 килограмм. Я говорю маме, ни в коем случае не обжирайся. Вот прямо сейчас сядь на диету и продолжай худеть. У мамы было платье. Которое ей было мало. Не застегивалось просто сзади замок. И сегодня она его померила. Шикарно просто. Наверное, на видео вы даже не заметите, если я покажу маму. Я даже сама не заметила, когда в жизни ее увидела, что она так похудела. Вот когда она уже начала примерять свои вещи. И вещи стали ей большие. Вот тогда мы уже заметили. Я предлагала маму записать в спортзал. Она не хочет. Она говорит, мне сначала надо немножко сбросить. Потом уже в спортзал. Я не хочу. Я стесняюсь. И так далее. Я ей объясняю, что там люди разной комплекции. Не обязательно, что все прям худые. Хотят накачать себе попу. И вот идут в спортзал. Нет. Полно людей с лишним весом. И в том спортзале, в котором я была... То есть стесняться абсолютно нечего. Тем более зал женский. Все девушки. Кто-то что-то посоветует. Кто-то что-то подскажет. Когда я хоть немножко худею, в комментариях люди сразу пишут. Айка-то похудела. Просто не понимаю, как люди это замечают. Даже я похудела на 2 килограмма. Уже в комментариях вижу, что люди пишут. Айка-то похудела. Как вы это делаете? Подскажите. Или какие-то изменения в людях. Кто-то постригся. Кто-то что-то изменил во внешности. Я не замечаю. Вот никогда. У меня вообще плохая память. Если честно, я реально ничего не помню. Мне люди рассказывают. А помнишь? В детстве мы с тобой там играли в это, в это. Ну там в деревне. Я реально это не помню. Я говорю. Ну да, помню. Я всегда поражаюсь феноменальной памяти людей. Люди мне рассказывают, как я вела себя, когда я была маленькая. Хотя тогда они тоже были маленькими. Как они помнят, что я делала тогда. Что мы делали вместе. Я просто говорю, да-да-да, я помню все это. Хотя не помню. Наверное, я тогда совсем маленькая была. У папы есть двоюродная сестра. И она рассказывала, что когда папа уезжал в Россию, мы тогда жили в деревне, получается. А папа уезжал в Россию. А потом взял и маму, и брат, и они поехали в Россию жить. А я осталась одна с бабушкой. С той бабушкой, которая, к сожалению, умерла. И вот двоюродная сестра папа рассказывает, что когда я была маленькая, я просто издали видела человека усатого, худого, например. И кричала, папа, папа, папа приехал. И бежала к этому человеку. Брат, мама, папа, значит, уехали, а я осталась с бабушкой. Я безумно скучала именно по папе. И как только видела усатого мужчину, худого, усатого. Наш папа был усатый, был худой. Если я видела такого человека, я прям бежала к нему. Она говорит, что сердце кровью обливалось, когда видели тебя в таком состоянии. Я этого реально не помню. А вот мой дядя, ну как дядя, двоюродный брат моего папы. Он тоже был худой и усатый. До сих пор, кстати, он худой и усатый. Папа поменялся, а он остался такой же, как в молодости. Вот когда он приходил к нам в гости, я долго не понимала, что это не папа. Прикиньте, когда он шел к нашему соседу, я плакала, что папа пошел к соседу. И так далее. И так интересно слушать о своем детстве, то, что ты не помнишь про себя. Интересные моменты, конечно. Но то, что я скучала по родителям, даже, наверное, не по родителям, я очень скучала по папе. Потому что мама уехала в Россию, и я ее долго прям не видела. А папа периодически приезжал, что-то привозил. И поэтому по папе ужасно скучал. Как так получилось, что я осталась? Просто бабушку не могли оставить одну. Уезжать бабушка не хотела. Поэтому, чтобы бабушка не оставалась одна, оставили еще и меня. А потом прошло время, уже нужно было меня отдавать в школу. В деревне русского сектора не было. Хотя сейчас в деревне построили такую классную школу. Огромную просто. Бесплатно абсолютно. Ни в коем случае не хочу никого обидеть. Видите, есть свои плюсы и минусы. Но когда я училась в Саратове, например, ставят новое окно, собираются родители. Покупают новые занавески, собираются родители. Делают какой-то минимальный ремонт, собираются родители. А здесь, в Азербайджане, я такого никогда не видела. То есть, никогда с родителей ничего не собирали. Сделали ремонт во всей школе, огородили. Вот когда я училась, я была в 10 классе, переходила в 11 и сделали ремонт, ни копейки, ни у кого денег не взяли. То же самое в деревне. В России там попечительский совет, не знаю, это, 3-е, 10-е. Здесь я никогда такого не видела. Даже за уборку мы не платили. Ну, качество образования, конечно, оставляет желать лучшего, но все же. В общем, когда я была мелкая, интересно было слушать, как я себя вела, что я себя там делала. Вот. За эти похороны я узнала столько своих родственников. которых даже никогда не видела. Возможно, видела в самом раннем детстве. Но уже не помню, например. Запеченные очень вкусные. А еще бабушка рассказывала, что когда я была маленькая, я залезала в печку, брала оттуда пепел и намазывала на лицо, и говорила всем, что у меня макияж. Вообще, с самого детства я обожала косметику, я обожала бьюти-блогеров, я просто мечтала стать взрослой, чтобы просто краситься. У меня была такая любовь к косметике. Я когда маленькая была, все мне говорили, вот ты сейчас маленькая, мечтаешь вырасти, а когда ты вырастешь, ты будешь жалеть, что ты мечтала быстрее вырасти, потому что детство – это самый классный период жизни человека. Я вот не согласна с ними. Я считаю, что самый классный период жизни человека – это когда человек независим. А ребенок все-таки зависим от своих родителей. В плане покупок, вот хочешь что-то, тебе не покупают и так далее, ты должен заслужить. А когда ты взрослый, ты можешь просто заработать и купить все, что ты хочешь. Поэтому я считаю, что детство – это не самый лучший период жизни человека. И не универские годы, и не школа. А вот после того, как ты начинаешь работать, как ты развиваешься по карьерной лестнице, у тебя как-то все двигается вперед и так далее. На этом все. Не забывайте ставить лайки и подписываться. С вами была Айка. Пока.